Тем временем неспешно продолжается фестиваль «Золотая маска». Фестиваль, скорее, вдумчивая ретроспектива лучших театральных работ прошлого года для жюри и зрителей. Хотя, как это часто бывает, зрители уже сделали главный вывод. Так, на днях в Мариинском театре вновь давали нашумевшую постановку «Байка Мавра по целуи феи», который театр прошлым летом отметил год Старовинского. Очень вольное трехчастное сочинение на музыку классика приглянулось и профессиональным зрителям. Критика с восторгом описывала его свежесть и новизну. Как результат – восемь номинаций на главную театральную премию. Сейчас этот синтез оперы и балета рассматривают как лучший балетный спектакль года. Отдельно номинированы его хореограф, художники и трое солистов. Ну, я не называю имен, поскольку для подробного портрета мы ведь все равно можем выбрать лишь кого-то одного. Пусть сегодня это будет Александр Сергеев, первый солист Мариинского театра. Почему? Ну, например, потому, что нам нравятся непростые траектории его пути в искусстве. С семи лет он серьезно занимался тэквондом. В десять мечтал стать хирургом. Но рос в семье солистов театра балета Леонида Якобсона хореографические миниатюры. Так что, когда отбор в Академию имени Вагановой был пройден, оказалось, что выбора, похоже, не было. Не то, чтобы сразу все получалось, скорее, напротив. Но звезды, очевидно, благоволили. Это театр. Помните, как вы в него пришли именно на сцену? Да, конечно. Это первый класс в Академии русского балета. Щелкунчик. Солдатики. Никогда не забуду, да. Я приболел и пропустил неделю, наверное. Меня убрали из состава. Но потом кто-то заболел тоже, и меня поставили на его место. И в итоге я все-таки вышел. Драматичная история. Профессионально в Мариинском театре Александр Сергеев 19 сезон. После выпуска в 2004 первым появлением на сцене была проходка водоноса в «Легенде о любви». А потом как будто повторилась история из детства. Буквально через пару месяцев понадобилась замена в недавно поставленном в театре балете Уильяма Форсайта. Том самом, который в переводе «Там, где висят золотые вишни», до сих пор, после возобновления в 2013 году, стоит в репертуаре Мариинского, и который буквально перевернул отношение к современной хореографии в этой балетной труппе. Выпускаясь, я думал именно о том, что я хочу танцевать современную хореографию. Хотя Форсайт, когда работал с нашей труппой, говорил, что вы не должны думать о том, что вы танцуете современную хореографию, вы танцуете классику. Наверное, это развитие в первую очередь не физики тела, а мозга. То есть, когда мы даем своему телу двигаться чуть больше, чем в тех рамках, в которых мы привыкли, наши возможности становятся больше. И в том числе и в классике тоже. Поэтому мне кажется, что нашему поколению очень повезло тогда, что мы прошли через вот эту школу. Вот для меня, да, основной интерес работы здесь и вот здесь, в том, что ты можешь быть разным. Я могу быть, да, там, один день злодеем в Шурале, да, через день Альбертом в Жизеле, а на следующий день Северьяном в Каменном Цветке, а третий день Аполлон, да. Такое бывает. Репертуар Александра Сергеева действительно впечатляет. Он танцует партии в главных классических постановках. И он же постоянно востребован современными хореографами. Он принц и в щелкунчике Вайнонена, и в щелкунчике Симонова. Петрушка и в постановке Фокина, и в постановке Варнавы. Его видишь то на контексте Дианы Вишневой, то на вечерах мастерской молодых хореографов в самом Мариинском. Кстати, в 2019 году Александр и сам решил попробовать себя в качестве постановщика. Его дебют на музыку Эйтера Вилла Лобоса назывался «Не вовремя». Мне в очередной раз стало скучно. Перед этим, несколько лет назад, мне стало скучно. Я пошел учиться, потом пошел учиться на аккордеоне играть, потом учиться плавать профессионально. И на самом деле до сих пор продолжаю, это мне очень нравится. А сейчас, вот последние два месяца, у меня новое увлечение – это «Фламенко». Заняться постановкой чего-либо, это, наверное, было из той же линии. То есть захотелось чего-то нового. В 2020-м у Александра прошли две премьеры – «Фарфор» на музыку Глинки и «Пионерская сюита» на музыку Шостаковича. Внезапно обнаружилась эта музыка, то есть я ее случайно нашел, Шостакович, достаточно редкая из кинофильма «Приключения Корзинкиной». И вот мне показалось, что это ПДД двух пионеров. Вот так и получилась «Пионерская сюита». Что будет дальше, я не знаю. Может, и ничего не будет. Но пока что «Фламенко» занимаюсь. Все постановки Александра пока были только на новой сцене Маринки. Он наблюдал за ними из этих кулис, примеряя новую для себя роль. Когда идет спектакль, и ты за кулисы смотрю всегда, и в зале не могу сидеть. Как в салоне самолета, мне кажется, когда ты ни на что уже не можешь повлиять. Все, оно уже как идет, а вот оно идет. Вот, очень странное ощущение, очень. Путь из танцовщика в постановщики. Этот маршрут проходили и проходят многие. Одна из возможных траекторий развития. Александр Сергеев работал с великими хореографами современности. У него ценный багаж, который в творческом полете точно пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok